ну что всем привет рад приветствовать здорово и так далее времени у нас сегодня немного солнце уже садится мы в московской области только что были в ростовской тыщенку проехали уже все снега вокруг холодно дубак я очень хочу надеть капюшон но из вежливости я этого делать не буду буду терпеть нафига я в московской области когда есть так много мест без снега а все дело в том что в москве уже готовы выдать bse m2 соответственно мне надо его цепануть отвезти в нормальные места где нет снега и там мы уже с ним будем разбираться плотника покатаемся я вам покажу что он из себя представляет сравним его с м8 ну в общем все что я и обещал а теперь к м8 стравлю сцеплением если бы я не стравил я бы просто вылетел на хрен мощность капец ему вообще насрать начну с того что сделал я сам 8 прежде чем на нем вообще в принципе кататься обязательно поставил защиту картера причем такую защиту которая закрывает еще и помпу чтобы ее не разбить следом поставил защиту радиаторов обязательная вещь просто обязательно и потому что если мотоцикл хоть разочек нормально приложится на бачок любому радиатору крышка сначала вмятина потом крышка это будет и с японцами и с австрийцами и в том числе с китайцами это неизбежная судьба поэтому ставить защиту радиаторов надо абсолютно на любой мотоцикл который собирается падать далее мотоцикл отправился в сервис bse где его купил туда и отдал пусть лучше вот этой подготовкой и займутся люди те которые с этим постоянно имеют дело которые шарят и так далее все протянуть все смазать настроить карбюратор проверить все чтоб хорошо работало да слили еще ну да получается трансмиссионное и в том числе моторное обкаточное масло хотел сказать сначала транспортировочное но сказал трансмиссионное но в принципе это слово тоже подошло если выкрутиться так вот решил обкатывать все-таки полностью на мотюле 700 залили 700 на нем я проехал уже целых два моточаса потом через пять часов это мы сольем зальем новое 700 еще пять часов и обкатка будет завершена а неправильно с газом работаю в самом начале мне кажется у меня колесо идет юзом подпрыгивает и теряет и зацеп ну что все приехали контент присутствует вроде бы да еще кстати пацаны и дамы если вдруг подскажите по поводу стабилизации прошлый ролик был снятся стабилизации в action камере этот ролик снимается без стабилизации вот как вам больше нравится интересно ваше мнение вот чтобы я точно поменял в этом мотоцикле это карбюратор потому что что-то он захлебывается попукивает общем не нравится я обязательно спрошу владельцев м8 чего они ставили что делали и руль погнулся кажется такое ощущение что чуть-чуть погнулся можно поставить сюда любой от любого другого мотоцикла контентал может быть все остальное четко полет нормальный попробуем все-таки заехать на эту горочку ну уже прогресс что там я должен был сказать у меня все вы выпало из головы уже где телефон ухо болит прям болит от холода напишите в комментариях кто согласен с тем что зиму надо отменить по минусам хотел рассказать вот за этот второй выезд мне удалось погнуть руль причем справился я с этим довольно таки быстро и это предсказал один человек в комментариях хочу зачитать комментарий человека зовут сергей говорит сам пересел с м2 на м8 в таком же цвете кстати у него как у меня первым делом он поменял цепь и поставил ведомую на 53 зуба руль выкинул пластилин говорит поставил защиту карты радиаторов и рук вот на руль поставил ай джипи бюджетный хотел конечно рентал но в магазине его не было но даже и джипи оказался куда крепче родного джеклер он поигрался слишком маленькие оказались родные методом подбора установил нормальные вот и отрегулирующих клапана теперь скика заводится легко говорит по поводу руля ну прошу посмотрите как мне удалось погнуть руль карбюратор согласен мне тоже не очень нравится как он работает и учитывая что я карбюратор вместе со всем мотоциклом а точнее мотоцикл с карбюратором отдавал в сервис сразу же после покупки чтобы его там настроили и он работает так как работает на видео ну следовательно карбюратор не очень хороший хотелось бы поставить какой-то другой который скорее всего в еще большей мере сможет раскрыть мощь этого мотоцикла прежде всего что я хочу я хочу чтобы при резком открытии газа мотоцикл был более отзывчивым потому что если прям очень резко дернуть он может захлебнуться в определенный момент и хочется более ровной работы от мотоцикла хотя может быть для карбюраторов это и нормально я не знаю но все-таки мне кажется карбюратор надо менять вот я этот вопрос тоже разнюхаю поищу еще владельцев бсе м8 поговорю с ними посмотрю что у них и как поставлю лучшее что смогу найти и вы будете это лицезреть если мы поменяем карбюратор поменяем руль и все остальное прокажет себя идеально то я буду неимоверно счастлив по поводу этой покупки и скорее всего ребята все-таки так и будет это у нас первое сколько времени сейчас не подскажешь пару сообщений в речку мне уже пришло мол типа почему опять китай ты ездил на китайском мотоцикле и опять покупаешь китай у меня встречный вопрос а почему собственно говоря не китай если ты покупаешь китайский мотоцикл за 150 тысяч рублей это одно дело если ты покупаешь мотоцикл за 450 тысяч рублей например это уже совсем другое дело сколько мотоцикл стоит то он из себя и представляет что в принципе логично и можно отнести к большинству вещей в этом мире соответственно bse m8 это действительно стоящий аппарат я в этом убежден и у вас есть уникальная возможность пронаблюдать за судьбой этого мотоцикла на протяжении вот всех последующих видео кстати говоря даже машина у меня китайская great wall deer на котором уже я проехал 100 тысяч а суммарно там 300 тысяч а их да ищ сколько аргументов сейчас нам мир подкидывает благодаря тому что там volkswagen и пола и корейцы и прочие там вот эти вот машины сейчас не купишь в москве я уже посмотрел что творится в таксопарках они закупают хавалы джулионы прикиньте джулионы кто бы мог подумать а мне кажется что если ты ищешь практичную машину которая стоит своих денег и в процессе эксплуатации будет потреблять эти деньги из тебя довольно таки рационально то нужно просто посмотреть то что используют в таксопарках мы смотрим и на данный момент наблюдаем там хавалы джулионы а это значит что это практичная и надежная машина все шах и мат продолжаем а впечатления остались неизменными я не передать словами как восхищаюсь мощностью этого мотоцикла его управляемостью это это просто не передать словами и мне очень нравится тот факт что этот мотоцикл позволит мне расти это тот мотоцикл на которой я не могу просто сесть дать газ в упор и сидеть кайфовать как на табуреточке и смотреть как меняется картинка передо мной нет здесь приходится реально думать прежде чем что-то делать потому что он конечно очень дурной мне есть куда расти и это здорово по поводу веса во второй выезд мне уже было попроще вряд ли мотоцикл похудел скорее всего я как то попривык мне уже не взрывал это мозг на контрасте с теми питбайками на которых я ездил раньше с вот z7 пожалуй был самым тяжелым мотоциклом из всех что я пробовал до m8 теперь m8 побил этот рекорд и в принципе я и к нему теперь привык кстати говоря после нового года выйдет еще и обновленный z8 я думал может подождать и взять его но уж очень мне не сиделось очень не терпелось очень хотелось скорее начать кататься в новом z8 будет обновленная led фара будет увеличенный бак что круто что еще более круто будет более широкая покрышка сзади и usb зарядка часть из этого наверное я себе даже переставлю если конструктивно того будет позволять там рама крепления и так далее я бы себе увеличенный бак поставил потому что например вот этого бака мне в этой покатушке его конечно полностью не заправлял но мне не хватило того объема бензина который я думал что мне хватит то есть все-таки мотоцикл прожорливый мотор большой 125 . поэкономнее будет но ничего как это было а а а а а а Блядь, кадр ебучий просто. Почему? Красиво. Сейчас я тебе покажу. Блядь, блядь. Больно. Сучара. Компрессия. Сука, 70 кило не работает. Нет. Проскальзывает колесо. Не крутится. Компрессия. Давай сходим за канистры, потому что он там как бы плюхается, но такое ощущение, что может быть горловина как-то неправильно стоит. Просто кончился бензин. Он в баке присутствует, но, видимо, по каким-то величним настроение бака не текет. Покрышку, широкую покрышку я точно себе тоже поставлю, потому что это все-таки зацеп. Это позволит лучше реализовывать мощность мотоцикла. Ну, очень холодно в этом московском регионе. Давайте я все-таки все. Всем спасибо, что смотрели. Очень рад с вами пообщаться. Я побежал в машину. Распространяйте это видео среди жильцов вашего ЖЭКа, ибо Китай нормальная тема. Давайте докажем это людям. Все. Всем спасибо. Всем пока. Я пошел.